И вопрос обоим министрам. Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тайва Клар сообщил, что ведется работа по проведению в Брюсселе переговоров между армянской и азербайджанской сторонами. Как вы в целом оцениваете посредничество Брюсселя на Южном Кавказе и планируются подобные контакты в Москве? Спасибо. Объявления, которые звучат из Брюсселя, мы не можем это детально комментировать. Мы видим, как Евросоюз откровенно злоупотребляет своими отношениями с Арменией, с Азербайджаном, в том числе продавливая, вызывающие серьезные сомнения с точки зрения легитимности, свою так называемую миссию на территории Армении, которая, в общем-то, вызывает много вопросов, в том числе с точки зрения ее функции, ее мандата, ее продолжительности и с точки зрения той добавленной стоимости, которую эта миссия может внести в усилие по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Но это суверенный выбор сторон, с кем сотрудничать, с кем не сотрудничать. Мы, как я уже подчеркнул однажды, сегодня, в ходе начала наших переговоров, и вчера в ходе встречи с президентом Алиевым, мы во всех наших действиях руководствуемся принципом, но если хотите, его можно описать и как «не навреди», а главное принципом содействия такому решению всех возникающих проблем, которые, во-первых, опирались бы на принципиальные договоренности трех лидеров в рамках их четырех заявлений, и которые, во-вторых, обеспечивали бы здесь взаимовыгодное, взаимоуважительное сотрудничество между всеми странами региона. Далеко не все игроки, прежде всего те, которые вдалеке расположены от Южного Кавказа, руководствуются такими же принципами, и хотят здесь работать не в пользу чего-то, а против кого-то. Мы это видим. Но я убежден, что это видят и непосредственно вовлеченные в процесс стороны.